Органическое удобрение для сельскохозяйственных культур, способное повысить в них содержание йода, создали ученые Института экологии и природопользования Казанского университета. Вопросы функциональных пищевых продуктов являются на настоящий момент очень важными. То есть человек не только должен насыщать свое чувство голода, утолять свое чувство голода, но хорошо бы, чтобы он правильно питался здоровой пищей и функциональной пищей. Так ученые придумали создать удобрение, которое будет содержать добавочный йод. Он будет поступать в растения, например, такие как зеленые или зерновые культуры. Поскольку у нас реализовывался проект, где мы создавали технологию получения нетрадиционного нового удобрения на основе куриного помета, который мы получали методом пиролиза, получая так называемый биочар или биоуголь, мы подумали о том, что как раз на этот биочар и можно нанести йод. Таким образом будет получен двойной эффект. Во-первых, биочар увеличит плодородность почвы и урожайность культур. А во-вторых, будет медленно освобождать йод и тем самым растения его поглотят. Это действительно получилось. Мы провели лабораторные эксперименты, мы провели полевые эксперименты. Весной этого года была одобрена заявка на патент для новой технологии. Также метод был уже опробован на полях индустриального партнера Агросила. Необходимо сделать еще один шаг по конструированию и созданию установки пиролизной непрерывного типа, потому что количество пометов, навозов, которые образуются, огромно. И та установка, которую мы создали на основе загрузки-выгрузки, с такими объемами, ну просто физически не справляется. По словам Светланы Селивановской, как только этот шаг будет преодолен, технологию можно будет широко использовать. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.